всем привет вот приехали сюда не видно что приехали на фазанду вот такая грязь нам конечно по суше позавчера вчера меня не было в город не подумавшие такие колеи нарезал поляну отпустила уже морозов смысле оттаяла все и все и начала наваливаться уже колесами глубже глубже снег почти весь сошел осталось по чуть-чуть как думал что затопит пока не затопила вся ушла вода землю колодец думал воды не будет как мне сказать обычно в марте не бывает в апреле все нет воды воды подбавилась от снега набежала там кольцо или пол кольца не знаю он свиней выпустил кто-то опять перелез наверное осталось здесь 10 штук вон и мини-пиги подрос руль вот такая куча еще навозы вот опилками присыпаю вот один чтобы запаха нет пойдем чистить сейчас так сейчас будем управляться почистить за свинотами за этими гадими маленькими эти горешки сейчас вам туда выкидать насыпем комби корма сюда вот из этой кормушки потому что здесь запасов очень много чтобы каждый день не мешать не засыпать вот раз засыпали отсюда маленько чё ты сюда зашел и давай на улицу так ладно будем засыпать а где ведро маленькая а чё ты вот это посыпь поставил он уже не влезет я набирал в него воду а сразу смысле два ведра на брод вот комби корма насыпал и водички вот так надо маленько тогда у них заходит очень хорошо любят они с водичкой есть но и усвоимость них конечно получше будет чем сухой что вот так мы кормим свиней остатки ну и раньше принципе здесь нас его пробежала как как пробежала вот так так ну ладно а чё ты на а налил тоже это опять на откручивать надо заби забивает ржавчины пластмассовой бы конечно бочку но нету пока возможности вот сама бункерная кормушка можно в принципе дня два три не подходить ну и воду сделать например в принципе этой бочки на два дня хватит всяко даже а серега на четыре дня даже ну вот четыре дня можно четыре дня вот засыпать полную и на четыре дня забыть про свиней правда здесь они навалют везде тогда или будет куча ого-го большущие вот короче так вот каждый день приезжаю или на фазенду вот сколько навоза насрали они за зиму а вот опилками пересыпаю чтобы запаха не было но это мало опилок надо побольше засыпать ее и тогда доступа воздуха не будет к навозу и запаха то бишь тоже не будет и они будут с гнить ну не опилки гнить а на сменящий на воздух перегнивать ну там вот месяц смотря сколько там опилок тем больше пересыпаешь тем быстрее этот процесс пройдет вот осталось 10 13 мы уже реализовали мясом так что спрос на мясо есть держать можно правда зерно подорожало ну ничего не знаю как слышно будет такого расстояния может и слышно еще не будет может зря снимаем так что ну вот примерно и все сейчас можно собираться ехать домой это где-то минут 30 до минут 30 это все длится процесс недолгий не спеша ладно управились поедем домой вот здесь обычно вот где вода ну нынче что-то мало ждем когда ертыш он оттуда вот разольется тогда и здесь ты будет один год воды было столько что вот этот весь лес половина леса было в воде а часть на островках а вокруг вода короче к нему было не подобраться и так они долго очень лежали надо было уже срубы рубить ну ни в какую не подобраться было короче с первой на четвертую нечаянно переключил и он заглох вот этот сруб уже два года стоит никто его не берет но это и ладно наши проблемы вон там у нас район наш деревня наша вот так вот вон там в той стороне озера вот здесь вот деревня сама ну районный и вон там озеро между двух озер а вот здесь вот речечка текет когда много воды а вон там где тал ну вот лесок первый а вон тут подальше там уже река иртыш как-нибудь надо будет съездить посмотреть ну лед еще всяко не пошел может в речках речки вскрылись наверное я что-то не знаю не спросил ни у кого но озера то еще нет потому что еще рыбачат рыбаки ну вот здесь уже сухо вода вся впиталась почву почва не промерзла быстренько ушла я думал будет нынче хуже но ничего обычно я вон по трассе вон туда вот где-то прямо а летом ну это зимой а летом летом вот здесь вот сокращаю путь ну и не охота мне вокруг там здесь перед окнами там светиться ну короче не любители кому-то мешать или показываться перед кем-то поехал и поехал никого не должно не волновать и т.д. и т.п. вон озеро вон там да плохо конечно снимать с телефона неудобно конечно район большой но толку с него мало так как производства никакого вообще нет люди ездят на север в омская область кто не знает знаменская 350 км от омска вон там далеко вдалеке киселево деревня за